13 сентября в единый день голосования жители региона ждут выборы двух уровней – регионального и муниципального. Горожане выберут двух депутатов в Совет Наринмара, а жители двух муниципалитетов определяют глав своих сельсоветов. Путем прямого голосования жители нашего региона изберут и губернатора Архангельской области. В единый день голосования на территории Ненецкого округа будет открыт 51 избирательный участок. По подсчетам регионального избиркома участие в выборах примут 33 тысячи граждан. Наряду с местными пройдут и выборы губернатора Поморья, так как Ненецкий округ территориально входит в состав Архангельской области. Сейчас на пост губернатора выдвинуто пять кандидатур, однако по сообщению информационного агентства «Регнум» претендентов на пост будет больше. Уже девять региональных отделений политических партий Архангельской области заявили о своем участии в выборах губернатора региона. Соответствующие уведомления они направили в областной избирком. Во всех региональных отделениях партий уже состоялись партийные конференции, где было объявлено о вероятном участии в губернаторских выборах. Однако документы на выдвижение кандидатов в областной избирком подали далеко не все. Есть и такие партии, которые заявили о своем участии, но дальнейших действий не предпринимают. Горожанам в день голосования придется сделать еще один выбор – депутатов горсовета. Народных избранников будут избирать по двум округам – портовому и центральному. Дополнительное голосование понадобилось после того, как в прошлом году освободились два мандата в связи с переходом на государственные должности Галины Медведевой и Елены Сопочкиной. Дополнительные выборы у нас пройдут в телевисочный сельсовет. Там по многомандатному округу номер один одного депутата будут выбирать. И плановые выборы – это выборы главы телевисочного сельсовета. Также в единый день голосования пройдут и досрочные выборы в Великовисочном сельсовете. Напомню, руководителя муниципалитета досрочно освободили от должности год назад по решению местного совета депутатов. Основанием послужил факт нарушения антикоррупционного законодательства. Практически в эти же сроки с разницей в один-два дня принимают заявления и от желающих принять участие в выборах на Ренмаре и телевиске. Нинецкая телерадиокомпания стала лучшей в конкурсе социальной рекламы.